Пользователи Reddit, расскажите, что самое неловкое произошло на ночевке у друга? Проснуться среди ночи, пока все остальные спят. Возникает такое ощущение, будто реальность изменилась. Однажды я был на вечеринке, где все пили. Затем, когда все пошли спать, я тоже пошел с ними. Но несколько часов спустя я проснулся. Мне нечего было делать, и я не мог никуда идти. Поэтому я просто сидел и смотрел, как они спят. Я сидел и смотрел на них до того момента, пока они не проснулись. Это была странная ночь. Однажды мой сосед спал в моем доме. Он очень странно храпит. Я бы даже сказал, что он как будто издает какие-то непристойные звуки. Он глубоко дышит, и когда он выдыхает, о боже, это звучит как самый громкий стон, который я когда-либо слышал. Он громко издает звук «Ооооо». Снова и снова. Его младший брат делал то же самое, только уже в более высокой октаве. В другой раз, когда мой сосед ночевал у меня, он повторял свою кличку в средней школе. Почему-то в тот раз он решил спать под моей кроватью. Это была двухъярусная кровать. Я начал дразнить его женским голосом, и он резко проснулся из-за этого. И сильно ударился головой об мою кровать. Ееее! Я тогда был в четвертом классе, и у меня была ночевка с моими друзьями и детьми, которых я не очень хорошо знал. Из-за этого, что мы были еще маленькими, мы легли спать очень рано, около 11 часов ночи. В середине ночи я проснулся. Было около двух часов ночи, и я никак не мог уснуть. Примерно в 2.30 девушка, которая спала рядом со мной, внезапно содрогнулась, поднялась и начала шептать какой-то бред. Примерно через 3 минуты она обратно откинулась на свою подушку. А я просто смотрел в потолок еще 40 минут, пытаясь уснуть. Мне кажется, я не мог так долго уснуть, потому что думал, что это перевоплощенный дьявол спит со мной. Это напоминает мне о трех случаях. Первый. Однажды мой старший брат, с которым я жил в одной комнате, начал говорить в середине ночи, и я ответил ему, а потом он снова заснул. И стоит отметить, что я был в полном замешательстве. Второй. Затем моя бывшая девушка разговаривала со мной, когда она спала. Она говорила мне что-то вроде, супермаркет, хлеб, свинья, при этом держа меня за руку. Третья. И примерно такое же случилось со мной. По крайней мере, так говорит моя мама. Это было в первый день, когда я принял тяжелые антидепрессивные средства. И поэтому я спал около 18 часов, могу подтвердить. И очевидно, во сне я говорил ей что-то вроде, Вусман, у меня тест микроорганизма. Моя бабушка думала, что я какой-то больной псих. У моего лучшего друга был день рождения, и он пригласил какого-то парня по имени Джо. Мама моего друга купила много газировки, и этот Джо выпил практически всю. К вечеру он делал кувырки по полу, снова и снова повторяя пирог и мороженое. В итоге все закончилось тем, что мама моего друга позвонила маме Джо, чтобы та приехала и забрала его, потому что тот уже полностью сходил с ума и пытался сделать сальто на ковре. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой телеграм-канал. Там я пощу все самое интересное с реддита. Ссылку на него вы найдете в описании. Я рассказывал эту историю раньше на реддит, но думаю, что можно еще раз ее написать. Это произошло тогда, когда мне было около 10 лет, и я спал в доме моего лучшего друга Хуана. Мы обычно ложились спать очень поздно и играли до 11 или 12, и это мне очень нравилось, потому что я редко делал это дома. Примерно в 8 часов утра его отец входит в комнату и говорит мне, чтобы я быстро оделся, потому что он нуждается в моей помощи. Его отец был большим алкоголиком, так что можно было предположить, что такой сильный запах перегара у него был либо еще с прошлой ночью, либо он уже начал пить с самого утра. В любом случае, он выглядел немного возбужденным и слегка нервничал. Он сказал мне, что ему нужна помощь, чтобы я помог выбрать игрушку для Хуана, как сюрприз. И после того, как мы все обговорили, мы собирались поехать в Walmart. Итак, мы садимся в машину и едем в Walmart, который находился примерно в 10 минутах езды от его дома. Это была довольно неловкая поездка, и он начал задавать мне вопросы, чтобы просто было о чем поболтать. Ну, например, как мои успехи в школе, если у меня девушка и так далее. Мы добрались до Walmart, и он повел меня в секцию игрушек и спросил, знаю ли я, что Хуан хотел бы, чтобы ему подарили. Я походил вокруг и увидел The Fighter Дарта Вейдера. Мы с Хуаном были большими фанатами Звездных Войн, и даже однажды ходили в кино, чтобы посмотреть Empire Strikes Back, когда он был переиздан. И поэтому я знал, что ему это точно понравится. Он купил эту игрушку, и у нас снова неловкая поездка на машине. Он поблагодарил меня за помощь и попросил держать это в секрете. Я снова переоделся в пижаму и попытался снова заснуть. Но примерно через 10 минут снова вошел его отец, сделал ему подарок в виде этой игрушки и тайно подмигнул мне. Несколько лет спустя я узнал, что он заставил меня пойти на эту миссию за игрушкой, потому что он был реально пьян пару ночей назад и случайно ударил Хуана. И поэтому он хотел сделать какой-то подарок для него в качестве извинения. Насколько я знаю, это был единственный раз, когда отец дарил ему подарки. Но я не знаю точно, так как мы потеряли связь с Хуаном после 8 класса. Это было просто очень странное и неловкое утро. Однажды мой лучший друг был на ночевке в моем доме. Нам было обоим примерно по 17 лет. Я проснулся среди ночи, потому что я не мог заснуть и оставил моего друга спать. А сам пошел в другую комнату, чтобы поиграться на офисном компьютере. Через полчаса я слышу, как он говорит «О, черт!». Затем он прибегает ко мне, заметно потрясенный. Но его слова были более или менее разборчивы. «Чувак, я только что проснулся и услышал, как ты храпишь. Все было так, как будто ты все еще спишь. Затем я посмотрел на твою кровать и увидел, что там, черт побери, никого нет. Звук храпа вообще не прекращался. Что за хрень происходит в твоем доме? Это только одна из нескольких странных вещей, которые произошли в том доме, в котором я провел большую часть своего детства. Я спал в доме моего друга, когда мы были детьми. Мы оба лежали в спальных мешках, и он лежал передо мной, повернувшись ко мне спиной. Я просто лежал, пялись в потолок и размышлял о чем-то. И внезапно он высовывается из своего спального мешка и смотрит на меня. Он выглядел как какой-то вампир, и при этом он издавал ужасные звуки. Я запаниковал и натянул на голову свой спальный мешок. И когда я набрался смелости, чтобы спустить его обратно, он все еще продолжал крепко спать ко мне спиной, как будто ничего не случилось. Я не знаю, заснул ли я на долю секунды и увидел какой-то странный микросон, но это чертовски напугало меня до смерти. Я был параноиком до конца той ночи. Я думаю, что я пролежал там еще 40 минут, просто уставившись на его спину, просто чтобы убедиться, что он не собирается меня съесть или что-то в этом роде. И нет, это не был мой друг, который случайно такое сделал во сне. Я это понял, потому что способ, с которым он выпрыгнул из своего спящего положения, был чертовски неестественным, как по мне. Человеку невозможно так резко проснуться, если, конечно, он не был вампиром в законе, с отличным чувством юмора. Когда я рассказал ему об этом утром, он просто посмотрел на меня и сказал «Что за херня, чувак?». Хотя это не была обычная ночевка, но это все равно было довольно странным дерьмом. Мой скаутский патруль шел по плохо обозначенной тропе посреди густого леса, и мы все чувствовали себя довольно уставшими. Конечно, пейзаж был хороший, ни у кого не было особых претензий. Но учитывая, что у нас был третий день безостановочного туризма, все мы хотели отдохнуть. После приезда в абсолютно идеальный лагерь, расположенный между скалой и небольшим озером, мы решили отдохнуть на целый день. И каждый из собравшихся мальчиков нашел что-то, чем можно заняться. Солнце, в конце концов, начало спускаться к западному горизонту, и мы все собрались у костра, чтобы поесть, немного поговорить. Мы смеялись, кушали, и только очень поздно вечером мы, наконец, приготовились ко сну. Это включало, как может засвидетельствовать любой ветеран-бойскаут, засевание нашей еды в медвежьи мешки. Мы погасили костер. И убедившись, что у нас было достаточно воды для любых возможных чрезвычайных ситуаций, мы все легли спать. Последними, кто лег спать, был я и мой друг. Менее чем через полчаса началась сильная буря. Я никогда не видел настолько сильной бури. Представьте себе, что вы лежите в палатке и наблюдаете, как вспышки молнии освещают другие палатки, а в воздухе слышен сильный гром. Мы все были свидетелями подобных явлений, конечно, но в этот раз все было по-другому. Случаи попадания молнии в землю, казалось, происходили далеко от нас, но их непрерывный характер очень сильно пугал нас. Кроме того, такая хаотичная погода подозрительно не сопровождалась каким-либо присутствием дождя, что в конечном итоге побудило нас троих отправиться в путь и полюбоваться небесами. Выйдя из наших палаток, мы обнаружили, что немного ошибочно истолковали ситуацию. То, что мы приняли за молнию, на самом деле было спонтанным возгоранием нашего костра. И гром, в конце концов, был найден со стороны нашего главного разведчика лагеря. И с едва подавленным смехом мои друзья и я решили, что мы слышали звук невероятно громкого храпа. Мы быстро погасили огонь, но мы прежде всего убедились, что он действительно прекратился. Снова наполнили воду, а затем отправились обратно в постель. Каждый из нас поклялся, что не будет обсуждать события этого вечера ни с кем больше. Конечно, мы сдержали это обещание в течение 15 секунд после пробуждения, а затем мы все начали обсуждать это. Ну а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Я редко прошу вас набрать определенное количество лайков, и поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков. Я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю, ну и как обычно, ссылка на телеграм-канал в описании. Пока! А вот, кстати, рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Но если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий, и возможно именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова